Пчелки Создала коллектив учитель начальных классов, педагог-организатор Алла Кравченко. В гимназии она работает уже 28 лет. И гимназия изменилась, и дети изменились. Стало лучше, наверное, веселей, потому что мы сначала занимались творчеством, ставили спектакли, ходили в детские сады. А вот с нынешними выпускниками первый раз мы попробовали уже выехать куда-то на более высокий уровень. И вот с того времени, вот они сейчас в 11 классе, 11 лет, мы уже ездим на различные творческие конкурсы, выступаем. 11-классники сейчас тоже готовятся к последнему звонку, репетируют школьный вальс и творческую программу. Сегодняшние выпускники в начальной школе учились у Аллы Анатольевны и продолжили танцевать у нее в старших классах. Моя начальная жизнь была очень веселой. Это все благодаря классному руководителю Кравченко Аллы Анатольевне, ну и моим одноклассникам. За почти 30 лет работы в гимназии Алла Анатольевна выпустила не одну сотню младшеклассников. А ведь сначала она хотела преподавать в старших классах. Когда-то я думала идти в старшие классы на химфак, а потом поработала год старший пионер вожатый. Решила, что мое – это малыши. Хотя я их не отпускаю до 11 класса, потому что они у меня танцуют. И с 5 по 11. Для малышей в гимназии открылся и новый творческий кружок – ручная художественная вышивка. Его посещают ученики 3-4 классов. Есть в группе и мальчики, которые в будущем, возможно, станут дизайнерами или модельерами. Два мальчика записались на вышивку. Это очень похвально, потому что я привожу пример, что наш замечательный Николай Васильевич Гоголь вышивал, но тщательно это скрывал, стеснялся. И вот ребята пришли на занятия. Кружок открылся в этом году. В группе около 20 ребят, которые с удовольствием посещают занятия и выполняют домашнюю работу. У детей формируется эстетический вкус, они учатся подбирать цвета, а кропотливая работа развивает усидчивость и мелкую моторику. Руководитель кружка Светлана Владимировна уверена, что в скором времени выполненных ребятами работ будет столько, что хватит на целую выставку. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».